МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в начале нашей программы поговорим о великих и исторических личностях. В этот день, в 1862 году, родился композитор Клод Дюбюсси. День государственного флага Российской Федерации. Сегодня флаг России – государственный триколор, официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос – верхний белого, среднесинего и нижнего красного цвета. Ежегодно 22 августа отмечает образование своей национальной республики народность Коми. Официально этот край вошел в состав России еще в 15 веке, но вплоть до Октябрьской революции 1917 года территория, на которой проживали Коми, входила в состав разных губерний – Архангельской, Вологодской и Вятской. Народ Коми получил возможность обрести собственный регион после того, как в ноябре 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР принял Декларацию прав народов России. Рэй Дуглас Брэдбери родился 22 августа 1920 года в городе Уокеган, штат Иллинойс, США. Рэй Брэдбери часто называют мэтром фантастики, одним из лучших писателей-фантастов и основоположником многих традиций жанра. Фактически же Брэдбери не является фантастом, так как его творчество следует отнести к большой, внежанровой литературе. Да и истина фантастичных произведений у него лишь малая доля. Тем не менее, Брэдбери является обладателем нескольких наград в области фантастики, помимо множества общелитературных премий. Рассказы же составляют самую большую по объему часть творчества Брэдбери. В них же заключено, пожалуй, все то, за что Брэдбери любят, ценят и признают мэтром литературы. Не умаляясь значимых крупных, серьезных произведений, повестей и романов, стоит признать, что именно в этой форме литературного творчества писатель достиг верха мастерства. Как мы знаем, казахский народный танец называется «Кара жорга». А вот у киргизов подобный танец называется «Кара жорго», то есть отличается всего одной буквой. «Кара жорга» Расымен де еліміздің тұтасы бір осы жұрдымыздың мақтаныш бей Қара жорға, жәнде оны бір метінің қазақ жоқ шығарсырады. Ал башқұрт елінде осы бейді Қара жорға одев атайды екен, енеше құрметті көрермендері әрбір елде осы бір бей барсынды, ал олар әрбір елде қалай аталады. Біздің келесі айтарымыздан тамашалайсыздар, бізден бірге болыңыздар. «Кара жорға» Қара жорға бір тұтас желеге құрылған бірнеше бөлімінен тұратын берік композициялы нағыз бұын бейі. «Кара жорға» қазақы тұрмыстың ұлттық болмыстың төлті ұындысы. Атап айтқанда қазақ бол бейді шаруадан қолу босаған кездерінде тамашалайтын болған. Домбрашы дәстүрлі қара жорға бей әуені тарта бастағанда, бейші атқа яке қара жорғаға бейлей жүріп жақында, алдымен аттың кекілін құлағын жалын сипап барып, нұқта сонан соң жүген солу әсімін жасайды. Бұның бәрі бей арқылы орындалады. Қара жорға бейінің шығу тарихы тұм ерте заманды мензейді. Гежелгі ғон, үйсін, қаңылы, найман, керей қандықтары түсінді аттас келер ұзақ жорғында жүргенде үзілістерде алқа құтын тұра қалып, жаппай бей бейлейдіні, ол бейдің шылқы бейі деп аталатыны жөнінде ертедегі қытай жазбаларында сақталған. Қара жорға бейін тек қазақтарғана белмейді. Ол өз әуендермен өз аспаптарында маңғол малышылары да бейлейді. Қазақтың қара жорғасын ақсайтын қаймын қозғалыстары да бар. Тұтауыстай алғанда қара жорға бейі қазақтар мен маңғолдарға ортақ өнер деп қараудың қашқақтаудың еш жөні жоқ. Қара жорға бейін қазақстанға алғаш алып таныстырған арстан ақсақалып бұлай деп еді. Қара жорға ұлтымыздың таза болмысын бейін елейтін төлі өнеріміз. Оны балет не болмаса Европаның басқа бейлерімен салыстыруға. Емесе оларға еліктеуге әсте болмайды. Ол секіріп, шоршып, жүріп, секендіп белейдін женгіл дарақы бей емес. Аты айтып тұрғандай қазақтың қоңыр табиғатына бейін өз өмірінің айнасы. Сондықтан да келісін-келмесінің бұзып білеушілерге еш келіспеймін. Тіпті бұзығысы келіп бара жатса қара жорға да несі бар. Басқа бей жасап секіріп ұршы берсін. Ал және де айтарым, оны ән түрінде емес, бей түрінде қабылдауымыз керек. Қара жорға бейі қалықтың қара жорғаға арнып шығарған күйе негізінде қалып тасқан. Сегідні звезды обещают нам особенный день. Астрологи говорят, что скучать сегодня точно не придется. Целый день будет наполнен разными событиями, которые будут заставлять нас удивляться. Овен, у вас есть шансы сделать свои отношения с супругом глубоко доверительными и проникновенными. Между вами может установиться тонкая духовная связь, которая окажется тем крепче, чем чаще вы будете разговаривать друг с другом. В трудных ситуациях, зовите на выручку супруга. Телец. У многих сегодня появится большой соблазн бросить все дела и развлечься на полную катушку. Однако, чтобы жить на широкую ногу, необходимо средство. К сожалению, у вас может оказаться немного. Все свои таланты, способности, активность и предприимчивость вам нужно использовать для добывания денег. Близнецы. Вероятность снижения энергетики близнецов. Появится склонность к жалобам, нытью, хандре и расстройствам, инфекционным заболеваниям. В это время вам категорически противопоказано обращаться за помощью к знахарям, экстрасенсам. Избегайте общества людей с так называемым дурным глазом. Не контролируйтесь людьми, склонным к словесным агрессии. Рак. Планы этого периода могут остаться невыполнимыми, поскольку будут грешить излишним прагматизмом. Старайтесь подальше держаться от начальства и не рассчитывайте на повышение по службе. К вам могут отнестись несправедливо. Лев. Вас могут выбить из седла непредвиденные случайности. В вашем доверии могут воспользоваться недобросовестные люди, которых притянет к вам ваше обаяние и респектабельность. Ваша задача – находить полезные контакты и развивать деловое общение с целью извлечения дополнительной прибыли, несмотря ни на какие случайности. Дева. В супружеских отношениях вероятны ожесточенные споры. Вам будет трудно угодить супругу. Вы даже способны потерять интерес к порядку и запустить хозяйство. Однако цементирующим фактором в ваших отношениях были и остаются общие интересы, на которых зиждется любовь. А значит, вы переживете все трудности. Весы. Положение планет может принести различные неожиданности. От множества конфликтов до измен и полного разрыва. Вступление в брак следует отложить до окончания этого аспекта. Зачатие также нежелательно. Скорпион. Вам придется активно тратить себя, используя не только интеллектуальные, но и физические ресурсы собственного организма. В результате вы станете пользоваться заслуженным уважением в обществе. Уважение к вам возможно при условии, что вы не будете проявлять зазнайство и чванство, особенно в предвкушении успеха. Стрелец. Вам гарантированы регулярные финансовые поступления. Однако свои доходы вам придется активно защищать. Будьте внимательны при выборе партнера и при подписании контрактов. Составьте подробный и точный план деятельности. Старайтесь придерживаться его до конца. Козирог. Звезды помогут вам позаботиться об успешном финансовом обеспечении нового проекта. Поработайте с кадрами. Наметьте пути реализации планов. Постарайтесь не проявлять излишней активности. Ваша деятельность должна быть закрытой. Водолей. Этот день символизирует внешнюю форму вещей и явлений, которая самым непосредственным образом связана с его содержанием. Мобилизуйте свою трудовую активность. Поработайте над имиджем и своей фирмы. Рыбы. Дом, семья, хозяйство всегда являются для вас приоритетными понятиями. Вы будете связывать с благоустройством и комфортом свои важнейшие жизненные планы. Благоприятны поездки на дачу, дачное строительство. Будьте внимательнее за рулем на автостраде, особенно при поездках на дальние расстояния. Как мы знаем, книги сопровождают людей из давних времен. И не случайно были придуманы специальные хранилища для книг. Именно в них наши предки хранили свои записи, свои мысли, чтобы потом передать своим потомкам. Я, ал, қазіргі адамыз отбаласы, осы дәстерді жағастыр келе жатқанысынды. Күрметті көрермендер, дәл қазір, біз сіздермен бірге қаламызда өтіп жатқанын кітаптар көрмесіне аттанатын боламыз. Қалымдар ақылдың кілті өнемі мұйды тамытып отыруыда екенін әлде ғашан дәлелдеді. Оның бірден бір әтісі – кітап ұқу. Заманың талабына ғарай қазір адамдарда уақыттапшы. Сол себепті олар кітап ұқуға тіпті кітап ұқуға бас сұғуға уақыттап алмай жататын көріп жүрміз. Әйткемін кітап ұқылы күнделікті әдетіне айналдыр балған балалар жастар ересектер шоғыры аз емес. Күнделікті кітап қанағы бас сұғып, ұрухани азықпен қорек кеніп жүрген шақыр тұрғандар үшін, Қамзай есін жаныф атындағы балалар және жас өспіріндер кітап қанасы, Қабдолат оға ескерткіші жанында жаңа кітаптар жарқын болашақтың бастауы атты жазғы оқу көрмесін өйін бастырды. Тамыздың ортасында бастауы алған көрмеге күнсі айын сағат 10.00 мен 13.00 аралығында келіп, ашыға аспанасында сая бақта отырып жаныңызға жағын кітапты оқуға мүмкінді қаласыз. Ол және тек қана бір жыл емес, жыл сайын жүргізіліп келе жатыр. Бұйылда сол жалғасын табуда жалпы осындай көшпелі кітап қана мен біздер барлық осы тарын, ебразия жаңа бүкіл қалалының лагерлерінде болдық бұйылғы жылда. Маусымайынан бастап, қазір осы тамызының аяна дейін осылай өткізіп жатырмыз. Ендіше қолыңыз қалты ете қалсыз, сізде ашығы аспанасынды кітабы қоға барып, әдемі мүмкіндікті жібер балбаныңыз құлметті делі көрімендер. Мы знаем, что многие люди носят украшения лишь для того, чтобы соответствовать моде или, скажем так, отдать дань уважения этой самой моде, но кто-то относится к украшениям с особой серьезностью. Да, уважаемые телезрители, так что помните, специалисты говорят о том, что украшение из янтаря может сделать вас удачливее и счастливее. Вопросом о происхождении необыкновенного солнечно-оранжевого камня заинтересовался еще пленистарший почти две тысячи лет назад. После внимательного изучения древнеримский писатель пришел к выводу, что янтарь является древесной смолой. Конечно, были и другие гипотезы, например, что янтарь является разновидностью природного битума. Однако в середине 18 века Ломоносов в очередной раз заговорил и привел доказательство о том, что янтарь – полностью органический продукт. Янтарь представляет собой окаменевшую смолу, в основном хвойных пород деревьев. Средний возраст янтаря составляет от 40 до 50 миллионов лет, а расцветка варьируется от почти белой и бледно-желтой до бурой. Особую ценность имеют экземпляры зеленых оттенков. Самым же редким и дорогим является голубой янтарь. Магические свойства приписывались янтарю практически с того момента, как его только начали использовать древние народы – не менее 5000 лет назад. В многих мифах и легендах камень ассоциировался с солнцем, даже считался его застывшими кусочками эфира небесного светила. Особую силу в глазах магов имел янтарь, в котором застряли ящерки и насекомые. Такие камни использовались в разных церемониях и обрядах. Считается, что янтарь способен принести большую удачу своему владельцу, наделить его жизненной силой, бодростью, заставить светиться изнутри. Солнечный камень избавит от депрессии, подарит счастье и взаимную любовь, если помыслы человека чисты. Сегодня у нас в гостях этим утром маленькие певцы, победители различных международных конкурсов – Султан и Бейбарыс Гарифулиевы, а также их отец. Давайте поприветствуем. Добро пожаловать к нам в студию. Расскажите, пожалуйста, как ваши дела, как настроение, как добрались? Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok